Спортивный костюм, кроссовки, на руках, наручники. Этот мужчина ходит теперь только в компании с полицейским. А ведь недавно он с товарищем свободно бродил по ночной Москве в поисках приключений и наркотического трипа. Ко мне подошли два отморозка, начали требовать деньги, наркоту, мат-перемат. Удушающим приемом положили на траву и били по лицу. На этого мужчину двое гостей столицы напали на Ленинградском шоссе среди ночи. Избили и отобрали рюкзак. Но вот ни задача, ни денег, ни тем более наркотиков в нем не оказалось. Тогда джентльмены удачи буквально через час вновь пошли на дело. Уже вооруженные они напали на этого мужчину. Услышал, что шаги резко приближаются. Я обернулся и на меня наскочил один с ножом, ударил два раза по голове. Потом в правые предплечья. Потом второй подбежал. И мы вот втроем, я с ними начал там драться. Хоть и раненый, он оказал разбойникам яростное сопротивление и даже отобрал у них нож. А те, в свою очередь, сорвали с него рюкзак и пустились на утек. Но джентльменов удачи вновь постигла неудача. В нем, кроме двух гантелей и бутылки воды, ничего не было. А спорт в их планы явно не входил. Неизвестно, сколько раз они бы испытали судьбу в эту ночь, если бы потерпевший не заявили в полицию. А та немедленно не выехала на место преступления. Наш сотрудник выехал на место происшествия. Осмотрев место происшествия, указанное потерпевшим, решил применить служебную собаку. Собака взяла след от места происшествия и по пути следования обнаружила пачку сигарет. Что дало основание полагать, что эта пачка выпала из кармана у подозреваемых. Бенгальская овчарка Фаер, герой той ночи, безошибочно прошел по следу и привел полицейских на порог жилища нападавших. И такой суперсилой обладает каждая собака в этом кинологическом центре. Фаер со своей задачей справился на пять. Теперь давайте проведем эксперимент с другой собакой. Это уже немецкая овчарка, зовут Лео. Ну и у нас будет другой сотрудник. Для этого я просто оставлю вещь, принадлежащую мне. Ну в данном случае это паспорт. А сам спрячусь на территории питомника. Попытаюсь найти самое укромное место. И посмотрим, сможет ли он меня найти. Пока Лео принюхивался, на территории питомника нашлось укромное место между забором и гаражами. Но очень скоро оно перестало быть таковым. Разбойники оказались без царя в голове. Нападали на прохожих они недалеко от того места, где жили. Логово джентльменов неудачи было на строительной площадке в этой бытовке. Так кто же они, наши антигерои? Ими оказались ранее судимые приезжие мужчины 24 и 34 лет. В ходе осмотра помещения полицейскими обнаружены изъяты и похищены вещи, а также нож. Следствием возбуждены уголовные дела по статьям разбой и грабеж. Впрочем, из бытовки они уже переехали в более капитальное строение – в СИЗО. Илья Кремнев, Арсений Лареохин, Петровка, 38.